Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Огромнейшая куча подарков От наушников до Всяких Скинов в Доте Короче, все что хочешь Регистрируйся, выполняй условия, получай под Новый Год Просто офигенные подарочки Да Перейдем в принципе к стадии драфта Этой карты Да, кто у нас играет? У нас играет команда Снэйкс против команды... Типро, судя по всему И можем наблюдать первые баны Уже первым... Ничего себе Серьезная заявка И опять Шэдоу Демон Давай по банам пройдемся Ух, слишком много у нас информации сразу От команды Снэйкс У нас в банах были Лишрак, Визаж, Шторм Спирит, Джакира И сейчас у нас туда отправился Инвокер Очень стремительно обе команды берут героев Возможно, это какой-то матч по договоренности уже Договорились о том, на чем будут играть А кто его знает Возможно, напротив Уже очень хорошо продуманы стратегии И моментально капитан берет подходящие герои Пихи летят Да, интересно Как пирожки какие-то разбираются Сразу у нас герои Очень серьезно Давай хотя бы пытаемся проанализировать Пока это все не прошло Итак, у нас от команды Типро Шедоу Демон, Шедоу Шаман, Луна и Снайпер Видимо, они хотели всех на букву С взять Кроме Луны Не получилось Возможно, самый быстрый драфт турнирный Правда, почему так быстро? Нужно как-то задать вопрос Ну, кто его знает Возможно, ребята решили просто обсудить пики заранее И сказали Так, признавайтесь На чем будете играть? Давайте брать этих и не отклоняться от сценария Возможно Что ж Уже через секунду мы представим вам команды А пока я напоминаю На Зир.тв Это такой сайт Из студий, которых мы транслируем От ребятам Они разыгрывают Невероятную кучу подарков Заходи, регайся И Выполняю условия Получай под Новый год Классные призы Участвуй Реально Вот зайди посмотри Это же может быть самое оно Вот ты давно делал подарок кому-либо Мышка Коврик Может быть Твой сын, дочь, брат, сестра в этом очень нуждается А Зир.тв Раздает все это без Пла Но Так что Да, там наверняка надо будет выполнить какие-то условия Которые будут прописаны либо в чате, либо на главной странице Возможно Аля, ты знаешь подробнее Да, там нужно зарегистрироваться именно на сайте Зир.тв Через сайт ESM1 Прикрепить свои соцсети Разместить новость об акции в своих соцсетях И там буквально выполнить несколько маленьких условий А у нас начинается игра А, удивительно Достаточно быстрые игры были до Две по десять минут Надеюсь, сейчас будет борьба более интригующая Объявим команды, Аля Да, сейчас начнем, наверное Конечно Со стороны Сил Света Команда Типро Фолби играет на Снайпере Вичантрес играет на Шэдоу Демоне Ун и Тонник играет на Кентавре Саун Элс играет на Шэдоу Шамане И Фрэш Блад играет на Луне Да, что касается команды Снейкс Слардар, скорее всего, пойдет Слардар под ником Килми Возможно, будет Роумище четверкой Тимберсов О, прошу прощения Тимберсов Трай будет играть в тяжелой линии Снейкс Дримуай Будет мид героем команды Сил Тьмы Медуза, очевидно, фарм И Дизраптор, саппорт пятой позиции Орион Медуза под ником Биг Майк Возможно, фанат фильма Майк XXL Возможно, такая аналогия была произведена Уже демонстрирует Килми Слардар Своё мастерство в стоппинге умений Неплохо у него получается Стянули их с Круном И мы видим, что команда Сил Света Распределилась у себя по лесу Как будто они ожидают, что команда Сил Тьмы Будет на них нападать И чтобы это была такая засада Со стороны команды Типро Да, знаешь, хорошее замечание Использует Смоук Сразу идут они во вражеский лес Но там, к сожалению или к счастью Там никого нет Я думаю, всё-таки к счастью Отделались, в принципе, по меньшей мере Малой кровью Отдали одну баунти руну Это не так много значит Хочу отметить Оба мид-героя Обеих команд Принимают решение Не брать баунти руну А подстопать крипов Считают, что это важнее, чем 100 копеек И знаешь... А я согласна Да, я тоже Помнишь время, когда руны давали плюс 100 к опыту И ты уже был наполовину Наполовину пути к второму левелу Вот это тогда очень решало Да, в этом был смысл В этом был смысл И все пытались отдать руну Именно игроку центральной линии Чтобы помочь ему А сейчас уже смысла нет И мы видим похожую историю У нас уже было такое Когда Слардар помогал своему игроку центральной линии Сразу с самого начала игры Будет ли здесь выход от Слардара С помощью Тинкера? Ну, мне кажется, снайпер его видел И тут Слардар по большей части Просто подборвал опыт Уже есть второй уровень Лазер, шрапнель от снайпера Кстати, снайпер Тут достаточно недосягаемая цель для Слардара, мне кажется Если он будет играть аккуратно Слардар ему не должен доставлять проблем Но при всем желании Смотря как сыграют саппорты Команды Сил Света Может быть подставится где-то снайпер И вовремя не прилетит игрок помощи И все-таки удастся команде Сил Тьмы Забрать снейкс Название у них, собственно, змеи Как думаешь, связано это ли с их стилем игры? Ну, мне кажется, ты имеешь в виду их и заворотливость И способность выйти из тяжелой ситуации Да, вот думаю, что это такое Но знаешь, все равно ассоциации работают чаще всего То есть команда просто так бы не назвалась Ну, кто знает Возможно, у кого-то в террариуме Любимые звери это какой-то питон Ну, у капитана И у нас стычка у нас здесь на верхней луне Дезрапшн у нас идет по Слардару Ну, все, ничем не закончилось Поразмялись Это как тренировочный бой Вот через 10 минут они такие друг другу говорят Вот тогда мы побьемся А пока что просто разминочка Видим, идет хекс по Тимберсоу Скорее всего, не будет продолжения Шеклы решил не давать Просто, чтобы не дать баунти руну Забрать Тимберу Да, у Тимбера здесь некоторые есть проблемы Он поднимает руну скорости На подмогу подходит Слардар Возможно, это даст возможность Тимберсоу получить какой-то опыт У него уже есть пассивная способность реактива армор Но все же тяжело стоять против луны Лунар Блейсинг прокачан Даже Тимберсоу ощущает этот урон с руки Подходит уже у нас сюда Шедоу Демон Идет Дезрапшн по Слардару Подходит также Тимбер Бим и сразу Шейкл Все в один момент Пытается дать Слизерин краш Слардар Но ему это не удается И это ферстблат для команды Типро Вичантрыс убивает Слардара Тем временем на центральной линии Шрапнель у нас по Тинкеру Тинкер пытается из нее уйти Битый, сложно ему Ну и Тинкер тоже не совсем целый Но можем наблюдать На мид линии достаточно сохранен баланс Крипстат Тинкера 12 на 4 Вообще ровненько, гладенько Да, и то же самое у Снайпера 12 на 3 Откидывается Шрапнель у Снайпера Немного Тинкера разминает Тинкер в ответ отвечает лазером Ну, скорее всего, если не будет перетяжек саппортов Будет стабильная ситуация в мид линии Слардар, возможно, имеет намерение Здесь есть Вард от команды Сил Света Видит его Снайпер, его передвижение На спринте пытается догнать Но навряд у него получится Давай по линиям посмотрим Сейчас видим, что у Луны наверняка Несколько больше золота, чем у Медузы Но это объяснимо достаточно удобной анимацией атаки у Луны Медузе добивать крипов на линии Намного сложнее, как мне представляет Да, вот мы только что видели Несмотря на то, что Медузе никто не мешал Два крипа была упущена И, ну, это серьезная заявочка Тут у нас на нижней руне Дизрабшин у нас идет по тинкеру Подходит сюда уже сразу и Шэдоу Шаман Шейклс пытается ручками бить Шэдоу Демон И Хекс у нас по тинкеру И это будет минус И погибает игрок центральной команды Два саппорта просто взяли и забрали Подловили вот на такой мелочи А, каких саппорта надо отметить Все-таки грамотно поступил здесь Венчандрес Так как прожал Смоук И надо отметить, что у Шэдоу Шамана Очень сильная Наверняка он наравне где-то с Бэйном По силе атаки в ранней игре 80 на секундочку плюс 22 102 атаки было под Лунар Блейсингом Луны Мне кажется, Луна даже не может этим похвастаться Ну, где-то там Противостояние на Миде достаточно ровное Пока меньше тысячи преимущества Есть у команды Сил Света Как тебе вообще по пикам? Был слишком стремительный драфт? Мне нравится пик команды Типро больше Если честно Все из-за той же связки Саппортов, которые очень сильны Ну, и вот что-то мне кажется Что они в этой игре одержат победу Если, конечно, он все не затянется В жуткий лайт Где Медуза будет раздавать Ну да, знаешь, в этом есть смысл Мне больше нравится Там, да, тоже Знаешь, я с тобой соглашусь полностью Тут в чем дело Все-таки Медуза Так же, как и Луна Может контриться Шадоу-демоном Что немаловажно И сильная инициация В виде кентавра Кстати, он сейчас проседает По здоровью Решает уйти в лес У него пятый уровень Дела несколько лучше, чем у Тимберсова Очевидно Шадоу-шаман без проблем Забирает баунтируны Отгоняет, да, отсюда Свардара И у нас на центральной линии Там Тинкер подставляется Сразу Дизрапшн, Шрапнель Очень битый Очень много урона Лазарь Также он пускает Но не уходит И Ассасинейтом Забирает Снайпер у нас Мидера Вражеской команды Пришел, конечно, Дизраптор Но не удалось ему помочь Да, лучше бы не перетягивался Там Мог понять, что не особо Много шансов Было На Возможность Обезопасить своего Медгероя В принципе Знаешь Пока Счет 3-0 Но по моим прогнозам Все-таки более боевыми В ранней игре Являются Команда Типро Так как Свардару здесь Во многом Для инициации Нужен Блинк Даггер А, до него очень далеко Да, Кентавра Порой Кентавру хватает Стампида Чтобы провести Эту успешную инициацию Тем более, что Свардар сейчас Сильно проседает по уровню У него, скорее всего, второй Так и есть Уже идет седьмая минута Он ничего полезного Пока сделать не смог Кто знает А какой был твой лучший Тайминг на Свардаре На Блинк Даггер Я не знаю В пабах Разные бывают Бывают легкие линии Ну, наверное Можно иметь На одиннадцатой минуте Если никто не мешает Ну Транквилл Бутс Появляется у нас У Кентавра Идет у нас Бим здесь По Свардару Также Слизерин Краш От Свардара И сразу Хекс Бим И это еще один минус Очень битая луна Она отходит Также сюда Подтягивается Тимбер Но Тимбера будет сложно убить Как мы знаем Он как бы Выздоравливает Когда его убьют Да, выздоравливает Способен К выздоровлению Хорошее замечание Благодаря своей Третьей способности Да, реактив армор Все верно Аля Ну, здесь От Свардара Был какой-то По большей части На мой взгляд Фид идет Хекс по Тимберсову Будет Лусин Ой-ой-ой Еще один Еще один удар И да, это минус Только похвалили А он сразу подставился Как так-то? Что это? Да 5-0 2000 преимущества Кстати Это преимущество Уже гораздо более удобнее Развивать Все-таки на восьмой минуте Несколько ощутимо Тимберсов возвращается на линию Важно сказать Что сейчас пока нет Никаких проблем у Медузы Она уже почти Собрала себе Маску в Мэднес И сможет Очень быстро Фармить Лиса Зарабатывать золото Возможно Если Медуза уйдет в леса И отдаст Лордару Легкую линию И если не будет Никаких серьезных Стычек на карте То и Слардар Сможет Нарастить То, что он Тратил В начале игры Посмотрим Ну у нас все-таки Медуза пока Перефармливает У нее еще Глефы Только на один Были прокачаны А сплитшот У Медузы подозреваемые Нет Точно так же Конечно Немножко Здесь Луну Подкормили Как считаешь У Тинкера До сих пор Нет шестого А есть Он просто Да Идет стампица Есть дизрапшен По Слардару Скорее всего Нет по Тинкеру Идет Эклипс от Луны Здесь не уходит Дизраптор И Тинкер Также отправляется В таверну Будет ли погоня За Тимберсовом Да Бегут Бегут Пытаются догнать На Тимберсов Просто уходят Во своей аси Слардар Пытается Как-то догнать И вот уже Под ударом Шадоу Демон Сразу там Двойной стайл Один от Слардара Второй у нас От Луны Погибает Первый у нас Слардар Прячет себя Шадоу Демон Пытается уйти Промахивается Чейном Но все-таки Погибает У нас Шадоу Шаман Класс Класс Драки 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 О Наверное решили Все-таки Размыть счет Немножко в свою пользу Как может быть Считали что Убийство для их команды Им поможет Но все-таки Бежать за Шадоу Демоном И еще сильнее При этом Отвидеть Луну Очевидно Они были там Зачем Нужен ганг на Луну Но только нормальный Вот правильный Здесь надо По большей части Вообще избегать драк Видно намерение Слардара Как-то разнообразить Свою игру Побегать по карте Когда возможно Надо было Стоять сразу Просто с Тимберсовым Хотя бы Мне не нравится игра От Слардара Объясню почему Потому что Когда ты явно Так отстаешь То тебе нужно Все-таки Где-то найти себе Этот фарм Ну очень сложно будет Но ты бегаешь Мы видели то Что он сместился На верхнюю линию Там ничего не вынес Он просто позабирал У Медузы немного опыта Потом Оп Вроде бы у нас идет Какая-то драка Смещусь-ка я туда И там он погибает И там он погибает опять То есть Что ты делаешь На карте Да Мастер Пенварс Идут По Т1 башне Ее без проблем Скорее всего Здесь несут Тем более Дизерапшн был Прожат по луне Очень сильный Пуш потенциал Кстати надо отметить У команды Типро Будет ли перетяжка Я бы отдавал Эту башню И формил дальше Сто процентов Вот эти вот драки Здесь они будут Абсолютно ни к чему Ну Очень большое На данный момент Преимущество Хотя мы видим то что Дизераптор у нас Оббегает как бы Сзади команду Типро Находит здесь Они возвращают Луну Забрал просто Руну богатства Да и все Ну Такое Я тебе хочу сказать На центральной линии У нас там спрятались Слардар и Тинкер Опять вот Слардар Выжидает Да возможно Ему удастся сделать Какой-то Килл Но Я не думаю Если честно Обрати как Как далеки от него Все-таки Бутс оф тревел Сейчас Уже идет Одиннадцатая минута В принципе Тайминги Должны появляться Даже немножко раньше А у него еще Ну Гляди Стампид был только что Прожат у нас Кентавром Для того чтобы Снайпер имел Возможность уйти Но Даже не было На самом деле Этой необходимости Видим что Глимс у нас был В КД на тот момент Прибегает Луна На центральную линию И Будут видимо Пушить здесь Хотя Сверху у нас Идет маленькая Заварушка Подходит сюда Прям быкует Я хочу сказать Тимпер Упала здесь Т1 башня Очень жалко Тимпера Почему? Ну Как-то плохо Вот стоял И вообще Я вот заметил Что самая Слабая линия Вот во всех наших Играх Которые мы с тобой Смотрим Реально Это центр Центр Всегда Там идет Явная доминация Одной из команд Ну да Как правило Так Это и бывает Тем временем Сверху у нас Медуза Забрала Шэдоу Шамана Да У нее Стоунгейст В кулдауне Сейчас отойдутся Есть уже Эклипсу У луны Делать им В этой драке Однозначно Нечего Диздраптор Подсейвил Свою Медузу И они Спокойно Отошли Лучше Бы реально Избегали Видим То что Команда Типро Сдвигается К Т1 Башне Сверху Будут Пытаться Ее забрать А тем временем Тимбер Снизу Помогает Своим Крипам Добраться Общую ценность Обратите внимание Пока Только в топе Медуза А Тинкер И вовсе Скатился На пятое место Тинкер Отстает На 2000 Золото Это критично Это критично Сейчас Да Они очень сильно Будут Они сейчас Чуть ли не В геометрической Прогрессии Будут усиливать Своё преимущество Да Это конечно Немножко я Преувеличил Но тем не менее Где-то около того Сейчас ничего не боятся Будут Забирать башни Забирать Рошана И пытаться Заканчивать И у них Должно получиться Достаточно Рано Перефарм Есть у луны Главное Не утратить Это преимущество Разумно Избегать драг Которые вы бы Не хотели Чтобы они были Блинтагер У нас появился У кентавра Прожатся там Пит Нападение У нас здесь На Тинкера Сразу идёт Хекс Бим Шейклз Просто всё Что возможно И погибает У нас А это Медуза Было Моё прощение Медуза Погибла Погибает Доминирование Опять Да Был потрачен Ещё и Клип с луной Ну знаешь Это В принципе На низком ММР Считается Что дать В одного героя Множество ультимейтов Это зазорно Хорошо На самом деле нет Хорошо что да Типро это понимает Что Так и надо Типро действует На верочку Вот знаешь Они точно знают Я хочу чтобы Вот эта вот Медуза Кири Противоположной команды Была сейчас убита Они видят по карте Что саппортов рядом нет Мы забираем Мы 100% Её заберём У нас есть время отойти Пойдёт перезарядка способностей Всё будет окей Я тоже Я не вижу в этом Ничего зазорного Всё было нормально Молодцы У многих На 14 На 15 Минуте Уже есть Блинк Даггер На Тинкере Но Даже Бутсу в Тревел Ещё Только подоспевают Забирает Вновь игра В принципе Идёт в одни ворота Снайпер Забирает Дизраптора Имеет третий Нетворс По карте При том что Не обладает Способностью Способностью К сплэшу Не может Формить Так быстро Как луна И Медуза Сдвигается Команда Типро У нас К Т2 башне На верхней линии Будут пушить Будет ли использована Серпент варс Сейчас посмотрим Дизрапшен У нас был на луну Видим То что ставится Серпент варс Прожимается Гриф Командой Сил Тьмы Неплохо Приходится дать Тимбер Будут ли они драться Допускает Первый диск Назад Защитная игра Сейчас у нас От команды Снэйкс Как-то они не оправдывают Своё название Абсолютно Вот Типро Типа Про Ну возможно Где-то в такой Интерпретации Согласен Ну реально У них лучше Получается Нужно бы снять Конечно Варды Команды Типро Чтобы вот просто Иметь в своём Распоряжении Всю карту И Заканчивать Вот эту вот Доминацию Но тут При правильной Игре Команда Типро Может закончить Через 5 минут Знаешь Возможно Вот Медуза Нашла себе Место для фарма У неё уже есть Mask of Madness Dragonlance Немного Подпушила Нижнюю линию Немного Продавила её Надо попытаться Отдать ей Пространство Для фарма Возможно Будет какой-то шанс Надо избегать драк Ещё Есть Такая Такой момент Прошу прощения Да Есть такой момент Что Достаточно тяжело Заходить На Тем временем Забирает На 17 минуте У нас только что У Тинкера Появились Бутсов Тревел А тем временем Команда Типро Забрала у нас Рошана А Егис Достался Снайперу Надо отметить Что Тяжело Достаточно Заходить Против Тинкера Но Помимо всего Прочего Его можно Быстро Вырубить С помощью Инициации В виде Кентавра И тем временем Когда происходит Драка Масса Будет успешно Сносить здания На Возвышенности Противника На хайграунде Да В принципе Игра здесь Легкая И я думаю Что Шэдоу Шаман Если игра Затянется Будет спокойно Собирать себя Аганим Потому что Почему бы и нет Прожимается Стампид Скорее всего Даст Дизрапшн По Тинкеру Ловит его Будет Хухстом Да И Дабл Эйдж Не уходит Тинкер Все таки Прочитали Поняли Его у нас Местонахождение И знаешь Могут продолжать Пуш Достаточно Успешно Заряжены У нас Заряжены Барабаны У нас У Шэдоу Демона Хорошо перемещается Команда Типро по карте Вправду Все очень четко У них нет лишних драг Пошли на Т2 башню сверху Снесли Ушли Отличная инициация Хухстом С Блиндагера Славардар Получает Дабл Эйдж Отвечает Слизерин Крашем И уходит на спринте Погибает у нас здесь Кентавр Очень битый Тимбер И он погибает у нас От рук снайпера Заберут у нас сейчас Т2 башню Команда Типро И будет ли это Заход на Базу противника Ну в принципе Снайпер может себе Позволить Бить с расстояния Особенно если там Будет нормальная Нормальная видимость Потихоньку Смогут забирать Да Ну им надо Однозначно Отойти сейчас На возвышенность На свой хайграунд На свою базу Погибает здесь Лордар Ну знаешь Достаточно расклябанно Сыгранно 13 тысяч уже Манта Стайл Появляется у нас У Луны И будет еще больше Пуша Это после Дизрапшина Шэдоу Шамана И Манта Стайл Куча иллюзий Луны Которые будут Все сносить У нее уже достаточно урона Это у нас около 200 Единиц урона Да думаю Сейчас они будут Заходить Есть в наличии Все ульты Абсолютно у всех И видим Что подходят Они уже ближе к базе Пускают у нас Люсенбим по Тинкеру Но Тинкер здесь уходит Откидывается Маршами Но вряд ли это помешает Есть Кинетик Филд От Дизраптора Пытаются как-то Защитить свою базу Мастер Пент Варс Уже стоят Возле Т-3 Тавра Очень плохие Мастер Пент Варс Хочу отметить Ассасинейт у нас По Тинкеру Погибает Тинкер Стампит был Поражат Кентавром Но никто не смог уйти Тинкер выкупается Погибает у нас Снайпер Но это всего лишь Айегис Прожимает свой Ультимейт Луна Забирает сразу же Тинбера И Снайпер идет В погоню за Тинкером Который погибает После выкупа И это Тим Вайп был у нас На самом деле Три байбека Поступило от команды Снэйкс Смогут ли они Сейчас задержать Этот пуш От команды Типро Ну Знаешь Пока сомневаюсь Посмотри на этот удар Который рассыпался От трех ударов Просто Снайпера Это ультракил Это ультракил Уходит битый Дизраптор Битый Тимбер И Ассасинейтом Добивает все-таки Дизраптора ГГВП Пишет Слордар Из команды Снэйкс Что ж Давай подведем итоги Ну Следует отметить Более Технологично Более реализуемые Герои У команды Типро Ну то есть Тут вообще Большую роль Также играет Кентавр Его инициация Под стамбидом Ранее Может быть очень сильна Во-вторых Шадоу Демон Здесь отлично Смотрится и синергирует Вместе с Луной Также он может Прятать Дизрапшен И Медузу Эти иллюзии Также бьют Сплитшотом И в конечном итоге Создается Пространство Для снайпера Ты видела Ультракил Четыре убийства Он получил Спокойно Просто потому Что Нет возможности К нему быстро Добраться У Слардара Должен быть Блиндагер А он у него Появляется уже Ну после стадии Лейнинга В лучшем случае А часто бывает В мид игре Проигранная Просто центральная Линия Тинкером Было очень сложно Ну что ж Ну да И это тоже конечно То что линии Проиграли свои Это конечно Немаловажно Ну то есть Тимберсов вообще Ничего не видел В плане и опыта Фарма Слардар Плохо очень Отроумил По карте У Тинкера Даже местами Скорее всего Навредил Забрал у него Какой-то опыт Да Дезраптор Хорошо смотрелся Да И драки Он был бы хорош Луна у нас Не погибла Ни разу И снайпер тоже Да Тут скорее всего Разница Больше Ну в исполнении Но тем не менее Все равно У Типро Мне Пик нравится Больше Ввиду того Что его проще Реализовывать Да Да Здесь все таки Местами У некоторых Некоторые герои Жадноваты Были Относительно Первых Спасибо Никита Давай напомним Что это было Это был Киберстарлига Плей-офф Играли команды Типро Против команды Снэйкс Победили Победителями Вышли здесь Типро Как мы могли Наблюдать Я хочу отметить То что команда Играет Бест оф Три Но мы пока Не знаем Какую игру Мы будем Комментировать Следующей В любом случае Оставайтесь с нами На канале Зир.тв Всем спасибо Спасибо До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok